Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале «Анекдоты от А до Я» и с вами я, актер Владимир Ямненко. Хочу поблагодарить всех постоянных слушателей, зрителей моего канала. Спасибо вам большое и приятно, конечно, что вы делитесь хорошим настроением со своими близкими, родными, родственниками, соседями. Спасибо вам огромное! А, да, не забывайте нажать на колокольчик, для того, чтобы мы встретились с вами завтра. Ну, а я начинаю. Застолье, корпоратив, все гуляют, пьют, и вдруг поднимается один из сотрудников грузин и говорит, дорогие друзья, я предлагаю выпить за женщин, за тех женщин, которые никак не могут быть мужчинами. Они без мужчин себя чувствуют, как рыба без воды. Рядом сидит одна женщина, поднимает на него голову и говорит, а зря вы так. А я вам скажу, я уже вдовой живу 20 лет и прекрасно себя чувствую, прекрасно обхожусь без ваших мужчин. Он поворачивается к ней и говорит, эй, я имел в виду за свежую рыбу. Две подруги встречаются, одна говорит, Галка, что с тобой, что ты такая грустная? Ужасный сон приснился. Приснился, представляешь, что пришел ко мне Брюс Виллис и Брэд Питт, и они начали драться с моим мужем за меня. Да, подожди, Галка, это не сон, это мечта. Какая мечта? Мой муж их побил. Мой любимый анекдот про Чукчей. Встречаются два Чукчи, южный Чукча и северный Чукча. Южный говорит, эх, скоро зима. У нас, однако, когда зима, очень холодно становится. Да, так холодно, но, однако, что выходишь из юрта на улицу пописать или покакать, палку нужно брать с собой. Да, мотя замерзает в воздухе, нужно отбивать. Вот такое у нас, однако, холодно, когда зима приходит. Северный Чукча говорит, эх, это, однако, не холодно. У нас, в север, очень холодно, когда зима приходит. Такое холодно, что вот так выходишь из тундра, а говоришь, ёб твою мать. И фраза замерзает в воздухе, вот такое холодно. А потом весна приходит, всё кругом тает. Тундра такой пиздёж стоит. Профессор, последователь Мичурина, читает в институте лекции. И вдруг забегает в аудиторию его секретаршей и говорит, «Профессор, профессор, там несчастье, вашу жену забрали в больницу в тяжёлом состоянии». Он говорит, что случилось? Говорит, она полезла на яблоню за укропом, а на неё арбуз спелый свалился. Фима обращается до своего соседа, друга Семёна Марковича. Говорит, Семёна Маркович, а вот скажите мне, почему вот это большинство людей не видит, что кругом жопа? Ой, Фима, я тебе так скажу, что вот это большинство людей просто не имеет мужества посмотреть жопе в глаза. Муж позвал жену на кухню и так шёпотом ей говорит, «Зина, слышишь, может, хватит? Ну, сколько можно? Живёт у нас этот дядя Вася, ну, приехал на один, ну, на два дня, ну, он же живёт уже два года, пойди, поговори с ним». «Ну, это чего я? Ну, как чего я? Это ж твой дядя? Какой мой? Я всегда думал, что это твой». Встречаются две блондинки, ну, и обсуждают дни насущные. И она говорит, «Представляешь, позавчера ночью я сплю, и вдруг в часа два, наверное, ночи открываю глаза, а по комнате ходит какой-то мужик, ну, симпатичный такой, вор, наверное». Я поднимаюсь с кровати и так ему и говорю, значит, так, чтоб через два часа и духу твоего здесь не было. Ну, что ж, дорогие друзья, а теперь, благодаря высоким современным технологиям, мы можем занырнуть в прошлое. Смотрим. Мужик приходит в химчистку, сдаёт свой костюм, ему приёмщица пишет, будет готова через три дня. Говорит, секундочку, у вас же тут ясно написано, в течение двадцати четырёх часов. Говорит, ну, правильно, но у нас же рабочий день, восьмичасовой. Авраам родил Исаак, и Исаак родил Иакова. А потом какая-то фигня там произошла, и стали рожать женщины. Мама выдаёт свою дочку замуж и делает ей наставляющие. Говорит, дорогая Цилечка, завтра ты выходишь замуж. Запомни, вот с этого дня запомни, муж из дому должен выходить с полным желудком и пустыми яйцами. С утра жена обращается к мужу. Говорит, Фима, слушай, дорогая, что ты сегодня собираешься делать? Говорит, ничего. Говорит, подожди, ты вчера ничего не делал? Ну, знаешь, дорогая, я вчера не успел доделать. Рабинович, одну секундочку. Что-то я не понял. Вы что, кушаете сало? Говорит, да, кушаю сало. Боже мой, что я вижу? Это что ж такое? Что же это за еврей, который кушает сало? Говорит, давайте поставим вопрос по-другому. Что это за сало, которое кушает евреи? Концертный зал, выходит конферанс, объявляет. Петр Ильич Чайковский. Первый концерт для фортепиано с оркестром. Звучит музыка, музыка заканчивается. Один с первого ряда подымается, такой с цепурой, в пиджачке, с букетом цветов, подходит к дирижеру, говорит, Ну что, Петр Ильич, разреши твою руку пожать. Для первого раза охуенно. Жора с Сонечкой сидит в ресторане. Заказал все. Сонечка говорит, боже мой, Жора, а зачем вы заказали столько водки? Сонечка, для того, чтобы ваша красота спасла мир, нужно немножечко выпить. Концертный зал, конференсье, выходит, объявляет. Грета Гинсбург. Каприз номер 21. Из зала. Слышишь, да нихуя себе, она еще свои капризы нумерует. Аллочка. Здравствуй, дорогая. Ну что, может, сто грамм для храбрости? Коля, я уже храбрая пришла. Ну что ж, дорогие друзья, на сегодня, пожалуй, все. Ну а я от себя хочу поблагодарить всех вас, что вы подписываетесь, смотрите наш канал, слушаете и, конечно же, подключаете своих друзей, знакомых, родственников. Спасибо вам огромное, что участвуете в нашем конкурсе и становитесь победителями. А, да, колокольчик, мы встречаемся с вами завтра. А пока, пока.